В Наринмаре пожарные ликвидировали возгорание в подъезде 12-квартирного дома по улице Южной. Очевидцы говорят, что причиной могла стать брошенная детьми петарда. Александра Литкова расскажет подробнее. Елена Одинцова вышла из квартиры около двух часов дня, чтобы забрать ребенка из школы. Дома ее не было около 20 минут. Уже подходя к дому, увидела пожарные машины, стояли две машины, и пожарный расчет уже выходили из подъезда. То есть это все произошло буквально, пока меня не было дома, 20-25 минут. Квартира не пострадала, было все в дыму, и пепел был повсюду, кругом дым-пепел, и угарный газ. И вот как рассказывает верхняя соседка, они уже не смогли выйти из дома, к ней пришла знакомая, выйти из дома, им помогали уже выйти сотрудники пожарной охраны, выйти уже из дома, когда уже был ликвидирован очаг возгорания. В это время ее соседка находилась в своей квартире на втором этаже со своей знакомой. Почувствовав запах дыма, женщины сразу позвонили в 112. Я была на кухне, почувствовала запах. Ну я так как раз готовила, думаю, может быть у меня что-нибудь пригорело, посмотрела, говорю, Лида, иди посмотри, может быть что-то горит. Она нет. Потом смотрим, буквально из двери пошел дым, черный. Мы дверь-то приоткрыли, а там вообще все в дыму, черный-черный дым. Из-за едкого черного дыма они не смогли самостоятельно покинуть квартиру. Уже спустя время пришло осознание всей серьезности ситуации. Если бы возгорание произошло ночью, деревянный дом 1967 года постройки вспыхнул бы как спичка. Мы были в квартире, все форточки открыли. Потом, когда они погасили это, открыли дверь, чердак открыли, все, дым туда ушел, везде. И сказали, что нам нужно выходить. И помогли нам выйти, да. Потому что было здесь темно и бесточено, вообще все темно было. По версии жильцов дома, к ним в подъезд неизвестные подкинули петарду, после чего загорелся пол в подъезде. Впрочем, причину возгорания сейчас выясняют дознаватели, а поиском злоумышленников займутся полицейские. По словам соседей, примерно в 2 часа дня они увидели, как из второго подъезда выходят двое неизвестных молодых людей. Именно в это время жильцы почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, которые и установили место возгорания под лестничным пролетом на первом этаже. По словам спасателей, возгорание было небольшим, а вот черный дым от горения детского транспорта заполонил весь подъезд до чердака. В 13.58 на пункт связи пожарной части номер 1 по городу Наринмару поступило сообщение о возгорании в подъезде дома по Южной 36. По прибытии на место дежурного караула было обнаружено горение под лестничным маршем во втором подъезде. Горение было оперативно ликвидировано. В ходе данного происшествия пострадали вещи, которые хранились под лестничным маршем, принадлежащие жильцам данного подъезда. Тем временем управляющая компания подсчитывает убытки. Рабочие приступили к замене электропроводки, а в ближайшие дни проведут ремонт в подъезде. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Продолжение следует...